Понимаю, что мы, наверное, можем начать. Думаю, что да. Все готовы? Понимаю, что готовы. Давайте. Да. Уважаемые слушатели, я хотел бы вначале такое небольшое правило. Если вдруг у кого-то не будет звука или видео, то, пожалуйста, вы пишите в чате. Если у всех остальных есть звук и видео, сохраняется, то, пожалуйста, ставьте плюс. Если видео у вас тоже или звук у вас прерывается, ставьте минус. Тогда мы понимаем, что проблемы с нашей стороны ведущих есть плюсы. Сразу наперед скажем, что у нас будет запись встречи. Эта видеозапись потом всем зарегистрировавшимся участникам будет разослана на личную почту. И, в общем-то, выложена в общем доступе на портале Федерального ресурсного центра. Я так думаю, что, наверное, на сайте Роу Контакт будет какая-то информация или ссылка. Или нашла на все правильно, да? Да, на видеозаписи. Ну и будет на нашем канале на YouTube тоже будет эта видеозапись храниться. Поэтому не переживайте. Если вдруг вы каким-то образом не сможете дослушать или поучаствовать, то в любом случае вы сможете прослушать. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, у нас, наверное, он сегодня в удаленном доступе. У нас, наверное, могут быть какие-то проблемы у Сергея Николаевича с подключением. Так, ну мы подхватываем и продолжаем. То, что хотел сказать Сергей Николаевич. То есть звук прерывается до Сергея Николаевича. Вот он у нас сейчас решили вопросы. Так, а мы с вами продолжаем. Мы продолжаем наш цикл вебинаров. Хочу еще раз подчеркнуть, что он под эгидой проекта нацпроектов образования проводится в рамках консультации родителей. И мы уже провели ряд вебинаров. Те, кто наши постоянные слушатели уже в курсе, о чем говорим. То есть мы поднимаем те проблемы и говорим достаточно открыто, откровенно на те, поднимаем те вопросы, которые действительно волнуют наших родителей именно по обучению детей с проблемами развития. И сегодняшняя наша тема, которую мы хотим поднять, это обучение уже в средней школе. У нас до этого были циклы, которые мы про дошкольное образование говорили, про тютерское сопровождение и про начальное образование. И вот мы подошли к средней школе. Вопросов очень много. И просто большая удача, что вы сегодня пригласили Борисову Наталью Владимировну, человека, который находится в гуще событий, вот этих проблем, вот этих вопросов, на которые мы порой тоже не знаем ответов, как поступить. Но Наталья Владимировна просто на первых позициях как раз в гуще вот этих проблем. Наталья Владимировна с нами. Заместитель директора школы 15-40. Школа тоже довольно-таки знаменитая, имеет огромнейший опыт инклюзивного образования в первую очередь. И все вот эти проблемы, которые стоят, она, в общем-то, со всеми знакома. Какие проблемы мы хотим сегодня осветить? В первую очередь это АОП. Наталья Владимировна. И поэтому вы сейчас, пожалуйста, нам осветите вот этот вопрос. И, может быть, те вопросы, которые присыланы были родителями, уже получат ответ из вашего выступления. А потом мы посмотрим, какие вопросы нам пришли до вебинара. Мы давали объявление, что присылайте свои вопросы родителям. И у нас есть ряд вопросов, которые родители нам уже прислали. И мы потом увидим их на экране. Но, может быть, какие-то вопросы уже отпадут, потому что вы ответите нам на них. Наталья Владимировна, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые участники. Рада видеть коллег. Рада видеть всех, кто заинтересован в том, чтобы обучение в основной школе на уровне основного общего образования для детей со специальными, с особыми образовательными потребностями было максимально эффективным, качественным и соответствовало всей той законодательной рамке, которая в настоящее время существует и меняется, что немаловажно, потому что летом, это имеет к нам непосредственное отношение, были приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования и начального общего образования. И этот учебный год является переходным. В следующем году все пятые классы страны и все первые классы страны начнут обучение в соответствии с новыми стандартами. Многие родители задают вопрос, но это же стандарт основного общего образования. Какое отношение он имеет к обучению детей с особыми потребностями? Ведь на уровне основного общего образования нет такого федерального стандарта, как в начальной школе, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Отсылаю вас к новому тексту стандарта, точнее к тексту нового стандарта, правильно сказать. Огромный фокус в этом стандарте как раз заключен в тех новых требованиях, каким образом должно быть обеспечено обучение детей на этом уровне образования, той группы, о которой мы сегодня говорим, в основной школе. И там есть несколько очень важных моментов. Опять же говорю о том, что этот стандарт, он принят, он законодательно закреплен, он прошел Минвьюз, он опубликован. Проблема заключена... Не проблема, а этап внедрения стандарта тесным образом связан с разработкой и принятием основной образовательной программы, которая будет в свою очередь адаптироваться под специальные образовательные потребности детей, о которых сегодня идет речь, детей с особыми потребностями на уровне основного общего образования. Что будет адаптироваться? Адаптироваться будут образовательные программы по предметам, всем предметам учебного плана, которые этой программе, собственно говоря, и соответствуют, и являются ее частью. Особенность заключается в том, что, если мы сравним два стандарта, в предыдущем, в предыдущей версии стандарта, программа, например, возьмем русский язык, она была написана на целый уровень. То есть образовательные результаты, содержание программы было разработано на уровень с пятого по девятый класс. Не было разбивки по годам. В этом, в новой программе такая разбивка по годам появляется по каждому предмету. Это, в свою очередь, дает педагогам, которые будут разрабатывать в своей образовательной организации свою основную образовательную программу и, соответственно, адаптированную основную образовательную программу. Более четкие соотношения с возрастом и вот эта вилка, которая неизменно может появиться. Мы знаем, как неравномерное развитие детей, может быть, и какие-то вот такие строго закрепленные за каждым годом образовательные результаты по каждому предмету не очень хорошо работают, надо сказать. Но, тем не менее, это дает возможность четко оценить, сопоставить вот этот вот формат адаптированной программы по предмету и основной программы по предмету и двигаться уже более индивидуально, понимая, что если мы обучаем детей по программе цензовой, я не очень люблю это слово, что значит цензовая, то узнаем цензовая, но, тем не менее, по тем программам, результатом которого будет государственная итоговая аттестация и аттестат об основном в общем образовании, то по этим, обучаясь по этим программам, мы, тем не менее, помним не только вот эту годовую разбивку, но и то, чем закончится, с каким результатом мы должны будем прийти на этот экзамен, на государственную итоговую аттестацию. Чуть позже скажу, еще раз напомню, что она может быть в разных видах проведена, эта аттестация. Тем не менее, но тогда встает второй вопрос, кто же разрабатывает эти программы и как вообще они выглядят, что в них написано в заключениях ЦПНПК, по которым идет обучение по адаптированной программе в основной школе. Заключение будет содержать фразу, что рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования, то есть она также на уровень дается с пятого по девятый класс, для учащихся с расстройствами аутистического спектра. То есть цифр типа 8.1, 8.2 там не может появиться. Их нет в законодательном формате, как это есть в стандарте начального общего образования. Вариант программ не маркируется каким-то номером, он описательный. Поэтому, если помимо расстройства аутистического спектра выявлена, установлена, зафиксирована задержка психического развития, там будет добавлена важная фраза с учетом психофизических особенностей обучающегося ЗПР. Вот таким описательным путем пойдет психолого-медицинская комиссия и это все будет понятно членам консилиума школьных, которые по-прежнему работают, которые являются основным таким важным интегрирующим органом, который в общем очень важным таким структурным подразделением школы, которое и будет в основе той команды, которая разрабатывает эту адаптированную основную образовательную программу на уровень и вносит предложения по адаптации рабочих программ по предмету. Что говорит о том, если у нас появляется множество предметов, множество действующих лиц, таких как педагоги-предметники, таких как учителя дополнительного педагоги дополнительного образования, то объем адаптации получается может быть очень большие, очень существенные. В пятом классе предметов не так много, но добавляя новых, но добавляется биология и география вместо окружающего мира, который один более комплексный, начинает предметность увеличиваться. В шестом классе добавляется сложнейший предмет для детей сразу под названием общество знаний. История продолжает идти, изучаться с пятого класса, с этим все понятно. Другой набор предметов нам тоже более-менее понятие. По таким предметам, конечно, подключение педагогов очень важно к разработке этой программы, но это уже работа консилиума достаточно углубленная, сложная, и отдельно идут подготовительные мероприятия. И уже огромный опыт, я вас уверяю, накоплен во многих школах по адаптации программ. И вот этот новый стандарт там очень четко все отрегулировано и в плане, я предвижу вопрос, пролонгации, которая возможна на этом уровне, она описана в письме Министерства просвещения, каким образом эта пролонгация установлена, это письмо Министерства просвещения об обучении детей по программам детей с ограниченными возможностями здоровья основного общего образования. Я думаю, что его в качестве ссылки можно будет найти, но оно письмо в общем образовательным организациям направлено, родителям, конечно, может с ним ознакомиться, но тем не менее. В самом стандарте эта норма есть. Вопрос только в том, что школа должна официально перейти на этот стандарт, на новый, и это заключается, этот переходный период, это весь учебный год. Поэтому прийти и сказать, что вот сейчас немедленно дайте ему такую адаптированную программу в соответствии с домом стандартном не получится, потому что еще не выпущена программа основного общего образования, не утверждена, не пройдена ФУМО, ФУМО это федеральное учебно-методическое объединение, после которого программа появляется на таком ресурсе, как госрегистр.ру. Но школа не должна останавливаться, конечно, все эти этапы законотворческие, правоприменительные, они важны, но они никак не должны влиять на качество обучения ребенка, качество жизни семьи, потому что процесс обучения, точно говорю, и никто меня тут не поправит, вовлечена вся семья. Поэтому, что здесь важно, что важно учесть, что начиная с пятого класса, включаются предметы, включается возможно обучение по индивидуальному плану, когда часть предметов двигается по линейке и может быть передан на более поздний период, но я не внутри, внутри только этой ступени обучения. То есть, как есть ускоренное обучение, так есть и обучение по индивидуальному плану, когда эта линейка может двигаться, но, тем не менее, к девятому классу, если мы говорим про пятилетний уровень образования, про пять лет обучения в основной школе, все предметы учебного плана с тем обязательным количеством часов, которые есть в учебном плане, должны быть изучены, зафиксированы и быть в электронном журнале, по ним должна пройти промежуточная аттестация. И когда мы уже завершаем обучение на этом уровне и готовим документы для участия в государственной торговой аттестации, по всем предметам, конечно, не должно быть никаких академических заточенностей. Тут, как в школе, как в школе, да, такой порядок. Итак, разобравшись с этим, кто разрабатывает программу, отвечаю, консилиум, куда вносится адаптация в индивидуальный образовательный маршрут, в нем появляется адаптация по учебным предметам, но мы же опять говорим, сама адаптация, правильно сделанная в начальной школе, должна уменьшаться с возрастом, с периодом обучения, а не увеличиваться. Хотя у нас, конечно, увеличивается объем материалов, но адаптация, она здесь, это целый отдельный, да, эпизод, не задача этого вебинара, наверное, не говорить, но то, что она, а, необходима, потому что обучается человек по адаптированной программе, значит, адаптация соотносится со всеми частями, б, она не относится к содержанию, глобальному содержанию образования на этом уровне, потому что ребята, обучаясь по программам, для основным образовательным программам, основного общего образования выходят на ГИИ, и, соответственно, должны подтвердить участием, результатам и аттестатам то, что они эту программу успешно усвоили. И разрабатывают ее, понятное дело, консилиум с участием, с обязательным привлечением родительского представителя, родителя ребенка, он хорошо, когда он принимает участие в этом в основном процессе, и, соответственно, если в заключении указано общее тьютерское сопровождение, не индивидуальное, а общее, то, конечно, в этой работе по взаимодействию внутри консилиума с предметниками, с педагогами обязательно участие принимает тьютер и классный руководитель. Классный руководитель, который реализует рабочую программу воспитания с этого года, она обязательная часть адаптированных и неадаптированных основных образовательных программ. Там очень важная воспитывающая часть урока нанесена в эту программу воспитания. Поэтому школьный урок, как воспитывающая, как это важная школьная часть школьной жизни, функция воспитывающего урока, появляется, закреплена законодательные изменения, нефедеральные законы об образовании внесены. Вот эти все большие такие, ну, как звалось бы, где мы, наша школа, наш классик, и вот эта вот рамка, тем не менее, проекция этого всего очень четко переходит, да, если мы говорим об ответственности всех участников образовательных отношений. Но прежде всего это, конечно, процесс такой договорный, согласительный, вырабатываются общие подходы к адаптациям, если мы о ней уже говорим, но они, опять же, не меняют глобальное содержание, контент образования. Все, весь базовый минимум образовательный, который есть, должен быть усвоен, должен быть изучен и с помощью программ коррекционной работы, которая продолжает быть, и тут уже вопрос о том, какое количество часов специалистов в основном общем образовании, обратите внимание, на такой документ, как синтарные правила и нормы, там указано, что программа коррекционной работы и в основной школе тоже не менее пяти часов сейчас закреплены. Пять часов должно, как было не менее пяти, так и должно быть. И, соответственно, для детей, которым рекомендован учитель дефектовок, это ключевая фигура, которая уже работает с и метапредметными результатами, что важно, потому что ни дефектовок, ни логопед не являются репетитором по предмету, которая представляет большую сложность для изучения в основной школе, потому что содержание очень усложняется, меняется, в большей степени абстрактного материала появляется, математически довольно сложные вещи должны быть изучены. Если в программе школы внедрена, введена информатика не только базового, но и повышенного уровня, как в нашей школе, многие дети достаточно успешно изучают информатику и ИКТ. Это такой предмет, если в информатике это алгоритмика, то в ИКТ это все-таки пользовательские такие важные компетенции вырабатываются. И этим занимается в том числе учитель дефектолог, работая с метапредметным результатом. Метапредметный результат, работая с текстом, работая с переносом знаний, своих навыков, компетенций из одной области в другую, с обобщением, с умением работать в команде, в группе, умением коммуницировать, публично выступать. И, конечно, здесь еще включается в работу логопед и психолог. Психолог занимается, понятно, развитием коммуникативного поведения или другим коррекционным курсом, если он указан в адаптированной основной образовательной программе в качестве такого курса поддержки. Ну, вот такая модель обучения у нас вкратце об экзамене, может быть, тоже предметом вебинара, если родителям важно узнать на уровне пятого класса, что его ждет. Но хочу сразу сказать, сами процедуры ГИА меняются. Меняются контрольно-измерительные материалы. Вы уже сейчас можете, тем не менее, посмотреть на сайте ФИПИ, как они выглядят. Федеральный институт педагогических измерений. Там есть вкладка для обучающихся СОБЗ государственный выпускной экзамен. Экзамен, который проводится по программам основного общего образования, в формах отличных от стандартных, от основного государственного экзамена. И эти формы, они уже проверены. Есть, например, вместо большого экзамена по русскому языку, который состоит из множества частей, для детей с РАС, если ЦПМПК подтверждает все необходимости в государственном выпускном экзамене, ребенку предлагается диктант для участия в этом экзамене. И диктант, соответственно, успешно написан, оцененный, является подтверждением овладения программы по русскому языку за курс основной школы. И вносится соответствующая отметка в эти стады об основном общего образования. Вот так это выглядит. Вкратце, но опять же возможность такого экзамена должна и создание специальных условий на экзамен, а это может быть и ассистент сопровождающий, психолог, который помогает предотвратить эффективные вспышки на экзамен. То есть создает ситуацию стабильности. Он не пишет за ребенка, конечно, никакой экзамен, потому что строжайшие меры обеспечения самостоятельного написания экзамена. Не буду уже комментировать это все. Это все и так понятно. Это уже рутин этого процесса сколько лет. Но, тем не менее, важность присутствия ассистента совершенно точно много раз подтверждена, в том числе и мной лично. Я как ассистент, иногда как член государственной экзаменационной комиссии работаю на этом экзамене, иногда как ассистент, во всех видах участвовала и знаю, насколько это важно. От этого очень много зависит в плане спокойствия, уверенности в своих силах успешности написания экзамена, возможности обратиться за помощью, соблюсти все процедуры входа, выхода, написания, бланка и так далее. Вот это все завершает основное общее образование, создание специальных условий на экзаменах и их обязательно два. Это экзамен по русскому языку и экзамен по математике, который будет выглядеть как контрольная работа. Из 12 заданий, где только 11-12 повышенные сложности, все остальные задания охватывают базовый уровень овладения предметом, базовый, не углубленный. Поэтому здесь за это время и важно сформировать все и предметные, и метапредметные компетенции, умение простейшим в виде строить графики, заниматься этим всем и не чувствовать в ситуации глобальной тревоги. Поэтому можно смотреть на те материалы, которые выложены за курс 9 уже на уровень основного общего на этом сайте Федерального института педагогических измерений ФИПИ, латиницы, если набрать, найти вкладку 10 СОВЗ, ГВЭ, и вы увидите в тех демоверсиях экзаменов уже сейчас, что задания, например, 1, 2 и 3 это программа 5 и 6 класса и так далее. И некоторое количество задач по геометрии там будет. В общем, это самый сложный момент, как мы говорим часто, хотя для части детей он самый успешный пройден, но очень структурированный, очень понятный, все там четко, ответы пишем в бланке и все, и остальное все делаем на черном веке. И развернуть ответ нужно для двух заданий. Вот так, вот такой работой с адаптированной программой, обучение по адаптированной программе и будет завершаться государственным выпускным экзаменом. Ничего сложного, ничего сверх какого-то экстра, каких-то требований немыслимых подготовки к полету в космос, там не будет происходить. Там будет происходить качественная, хорошая, спокойная работа в специальных условиях, на которые нужно будет поработать с тем, чтобы получить хороший результат. Но личность важнее, чем экзамен, чем сдача. Поэтому обязательно в школе вся эта работа идет на всех предметах, на внеурочной деятельности, в дополнительном образовании. Важны сверстники, важны контакты гораздо более в подростковом возрасте, нежели то предметное наполнение, которое мы ему все время предлагаем. Я говорю про самого молодого человека с особой потребностью, в частности, с аутизмом. И здесь основное, в общем, идет содержательное усложнение жизни не совсем в предметных вот этих компетенциях в подростковом возрасте, о котором мы говорим. Надеюсь, я ответила на основные вопросы. Вижу, что много затронула, но готова передать Елене Вячеславовне Богородниковой время и, соответственно, дальше присоединиться к ответам на вопросы, которые будут продолжать поступать. Спасибо. Елена Вячеславовна. Наталья Владимировна, спасибо большое. Наталья Владимировна, спасибо огромное. Так прям все ясно, все понятно. Елена Вячеславовна, не работает микрофон, не работает. Я ничего не говорю. У меня какой-то сбой, видимо, произошел. Так, ну тогда давайте на вопросы сначала те, которые мы... Наталья Владимировна, вот эти вопросы мы получили, когда объявили вебинар, при регистрации родители задавали вот вопросы. Мы все вынесли, поэтому можно по очереди... Это часть вопросов. Это часть вопросов. Это часть вопросов. И обращаясь тоже к родителям, что мы, естественно, имеем временные рамки, мы в какой-то момент все-таки закончим наш вебинар. Вы получите обязательно в рассылке ответы на все ваши вопросы, которые вы оказали, указали при регистрации. Поэтому не переживайте. Давайте сколько успеем, столько успеем. Наталья Владимировна, ну прям с первого. Да, у меня есть несколько важных вопросов в чате. Я не знаю, как лучше поступить, начать с вопросов, которые у нас на слайде, или же ответить на вопросы чата. Вопрос, например, такой. Ребенок пошел в школу в 2012 году, ему рекомендована программа для детей с умственной отсталостью. Мне говорят, что это не в ГОС, а предыдущий какой-то вариант, где смотреть все нормы, сроки требований. Уважаемые родители, здесь этот вопрос будет еще подниматься. И вот на нашем слайде, который здесь с правой стороны, важная норма, программа для детей с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями, как она официально называется. И эта программа не по уровням образования. Она рассчитана на определенное количество учебных лет. Поэтому нельзя сказать, что ребенок по этой программе закончил начальное общее образование и перешел к основному. Он закончил четвертый год обучения, пятый год обучения, шестой и так далее. Поэтому пролонгация и все остальное относятся только, если уровень у нас закреплен начальным общим образованием. Если программа для детей с интеллектуальными нарушениями разработана и она идет с первого по девятый год обучения, десятый иногда бывает, то, соответственно, от нее мы и отталкиваемся. Это норма. Это не в ГОС. Конечно, это в ГОС. В ГОС для ОВЗ и адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной отсталностью и интеллектуальными нарушениями. Возьмите, посмотрите, например, на вариант этой программы на ГОС-реестре, на тот, который разработан в образовательной организации, и вы увидите, что там есть девять лет обучения, соответственно, учебный план, где указаны, какие предметы. Там есть предметные области, какие предметы изучаются. На уровне первого, второго, третьего года обучения, четвертого подключаются, усложняются, появляются там основные истории. Иногда предмет информационной технологии по выбору появляется, трудовое обучение появляется в большом объеме, усложняется или ручной труд в младшем возрасте и так далее. То есть вот так выглядит эта программа. Нормы, сроки смотрим в этой адаптированной программе, но понимаем, что это не соотносится с уровнями образования, а уровни это дошкольное образование, начальное – общее, основное – общее, среднее – общее образование. Это внеуровневая программа. Это программа. Пролонгированное обучение по программам для детей с умственной отсталостью тогда, соответственно, не возникает. Пролонгация может выступать, появиться, если в образовательной организации есть десятый дополнительный год обучение в некоторых учебных планах. Вы такое можете увидеть. Я это видела в учебных планах КМБ номер 4. Если вы обратите внимание, это в открытом доступе. Обязательно организация публикует учебные планы на своем официальном сайте. Это специальный раздел. Найдите, обратите внимание, как устроен, может быть, учебный план. Зависит от образовательной организации. Следующий вопрос у нас из чата. Подскажите, где смотреть норму часов работы специалистов, прописанных в АОП на ПМПК? Может ли школа отказать психологи, поставив только дефектолога и логопед? Если у нас ПМПК, центральная или территориальная, указала создание специальных условий и работу всех трех специалистов, конечно, они необходимы. Для ребенка с расстройством аутистического спектра психолог абсолютно непобедим, ой, необходим и непобедим, и должен быть сопровождать весь процесс обучения, развития, воспитания в течение всего школьного возраста. Функции и задачи работы психолога усложняются, становятся, как вы сказали, они от нейропсихологических, коррекционных, формирующих очень большое содержание и наполнение в подростковом возрасте это межличностное отношение. Они же тоже очень сильно зависят от того, как правильно выстроена коррекция, понимание и работа. Мы же знаем про модели новопсихического, как она сложна и причудлива у этой группы детей и подростков, и даже, не знаю, молодых людей. Поэтому психолог абсолютно по сути необходим. А настаивать вы можете, если у вас заявление написано. Дефектолог-логопед говорит о том, что в школе очень тревожится и за качество предметного образования. Это понятно, это абсолютно правильно, ну как бы понимание того, что будут проблемы, которые должны решаться специальным образом. Есть. Но психолог здесь не менее важный. Поэтому смотрим на заключение и делаем так, как заключение. Настаиваем при согласовании образовательного маршрута обязательно на включение психолога. Но это групповые занятия могут быть. Не обязательно это индивидуальные какие-то сессии психологические. Кому-то они, может быть, и на каком-то периоде важны. Но если ресурсы у школы проводить, это тоже важный вопрос. А групповые группы, коммуникативные группы по профориентации важная работа у психолога появляется. Это все школьный психолог должен делать, если у ребенка есть это в заключении. Коррекционные курсы определяет ППК? Да, ответ. Да, курсы в соответствии с адаптированной программой разрабатывает консилиум. Он может пользоваться примерными, рекомендованными курсами, которые размещены в программах на сайте Института коррекционного образования и КПРАУ. Там есть примерные программы основного общего образования по всем вариантам развития. Я имею в виду, за исключением группы детей, у которых установлено нарушение интеллектуального развития. Там есть примерные коррекционные курсы, предлагаемые. Сейчас это проект, программа, и поэтому консилиум может разработать свои собственные курсы, которые считают важным, опираясь на эти, либо предлагая какие-то иные варианты. Но программа коррекционного курса, структура его обязательно должна включить, планируемый результат овладения этим курсом, содержание, тематическое планирование, так как любой рабочий программ. Это все должно быть. Так, далее. Ну, основной из этой части вопрос, мне кажется, мы ответили. Переходим к тем, которые на слайде. Преемственность сказали. Программа для детей с умственной отсталостью, она очень-очень такая большая, с широкими мазками написана на годы обучения. С этим мы выяснили вопрос. Адаптация может, пролонгация может быть этой программы, она не зависит от образовательных результатов, если мы понимаем, она может быть установлена в образовательной организации, в основном для подготовки к трудовому обучению. Там большое количество часов и важны компетенции, умения. Поэтому здесь связанные вещи, как устроено это, где дети получают эту трудовую подготовку, важное трудовое обучение, для него мастерских, либо это сетевое взаимодействие с колледжем, где есть такие программы. Ну и, соответственно, тогда этот год и появляется пролонгированный. Адаптация учебных материалов к учебным предметам обязательная. И кто это должен делать? Уже осветила. Уровень адаптации определяет консилиум. Это важная работа. Очень хорошо, когда их минимальное количество требуется. Это просто счастье. Это значит, очень хорошо проведена коррекционная работа и обучение в начальной школе. Чем меньше адаптации, тем более адаптированный ребенок. Адаптации формы, предъявления материала, говорим мы, но не финального результата. Но, конечно, отчетливо надо понимать, что часть тем предметных будет изучена на ознакомительном уровне. Это мы тоже понимаем. Но изучена, тем не менее. Потому что говорить о том, что это прямая калька, как взяли и переложили материалы основного общего образования, так не выйдет. Долго можем про тонкие душевные качества и мысли, проблемы Печорина в романе «Герой нашего времени» с классом разбирать, сколько от этого останется. От изучения таких эмоциональных, очень тонких взаимоотношений литературных героев, автора и контекста, можно только предположить. Но то, что это произведение должно быть прочитано, просмотрено, если это спектакль, театральная постановка, и на уровне сюжета, может быть, на уровне основных каких-то базовых вещей изучено, понято и стало частью культуры, в том числе и у молодого человека, нашего подростка, с особной потребностью, это обязательно, если он учится по программе основного общего образования. Третий вопрос. Какое количество часов выделяется на коррекционную работу с детьми? Не менее пяти. Основы – это САНПИН, смотрим там. И САНПИН – это документ строгого права, он должен соблюдаться всеми школ. Что дает конкретно адаптированная программа ЗПР в средней школе, кроме коррекционных специалистов? В чем будет адаптация? Посмотрите, пожалуйста, на проект программы для детей «Задержка психического развития», которая размещена на сайте ИКП РАУ. Вот там есть ссылка на все варианты программ. Очень тщательно, качественно разработана программа для основного общего образования. Основная все-таки вещь, которая важна – это адаптация контрольно-измерительных материалов. Это очень важно. Вот этот раздел для детей «ЗБР» по-прежнему имеет большое значение. Как проводятся контрольные мероприятия, какие создаются специальные условия, каким образом предъявляется инструкция и так далее. Вот все это там есть и это очень важно. И, соответственно, коррекционные специалисты тоже остаются. В этой программе они указаны во внеурочной деятельности все направления коррекционной работы. Что дает разработка индивидуального плана? Индивидуальный учебный план предполагает движение внутри уровня, еще раз, по темпу, по объему изучения материала. Он может меняться и план этот вводится в действие приказа как водителя образовательной организации. Поэтому в некоторых случаях он нам очень важен. Например, вместо физической культуры ввести адаптивную физическую культуру, если нам это необходимо, можно только через учебный план. Или же для детей с тяжелыми нарушениями речи на уровне основного общего образования, где пока еще второй иностранный язык является обязательным, он может тут индивидуально мы должны посмотреть, когда его изучать, в каком формате и может ли ребенок изучать обзорно этот второй иностранный язык. Но это вот все эти новости, новеллы есть в новом стандарте по поводу и второго иностранного языка, адаптивной физической культуры. Но я еще раз говорю, пока основная образовательная программа не вступит в свою силу или же не будет запущен механизм заявительный от родителей по обучению по новому в ГОС. Это особая процедура в этом письме Минпроса также указывается, ну то есть родители должны обратиться к руководству школы с заявлением об обучении, необходимости обучения по федеральному государственному образовательному стандарту. Там как раз в этом письме указано, что это можно делать на любом уровне. Но это пока еще очень зыбкая норма, и этот год у нас идет переходный, поэтому все вот эти изменения внутри учебного плана, они пока основываются на старом, как бы сказать, еще на предыдущий основной образовательный программе, который разработан и действует. Поэтому индивидуальный учебный план должен включать все предметы обязательные для изучения, но их очередность появления меняется и длительность, как бы последовательность обучения тоже может меняться внутри учебного этого индивидуального плана. Вопрос номер 6. Если ребенок не успевает понять с каким предметом, при этом у него нет умственной осталости, то мы переводим его на ИУП, меняем порядок очередность тем по предметам, возвращаемся назад, проходим индивидуальный тем, в котором пробел ребенок по этим предметам перестает идти наравне с классом. Вопрос, как его при этом оценивать? По материалу, изученному в рамках индивидуального учебного плана, да, как ему проходить ВПР и прочее внешнеконтрольное. Можем ли мы его перевести в следующий класс? Если у нас ребенок переведен на индивидуальный учебный план, то его аттестация должна проводиться в соответствии с этим индивидуальным учебным планом. Поэтому он может быть переведен в следующий класс, если у него законодатель на уровне школы индивидуально изучены темы, по которым пробелы, и может быть в никаком объеме, в данном случае программа на этот год обучения ему была в этом плане по содержанию рабочих программ, она неспоставима с тем, что прошло в классе. Соответственно, тогда как участвовать в ВПР и внешнеконтрольных работах, получается, что здесь не участие, потому что там будут те темы, которые не были изучены фактически по его индивидуальному учебному плану. Но, опять же, в данном случае важно, чтобы была разработана адаптированная программа. Если мы видим вот эти индексы 8.1 и 8.2, А, значит, она есть, В, значит, она официально является локальным нормативным актом школы, адаптированная программа, и оценивание должно проводиться в рамках этой адаптированной программы. Адаптация, оценивание также возможно. Но еще раз, до 9 класса все эти подвижки, все эти неравномерности изучения определенных тем должны быть ликвидированы с тем, чтобы вытянуть государственную итоговую адаптацию. Тем обязательных предметов, обязательных для освоения с обязательными результатами, должны все быть на 9 классу закрыты и получены, и по ним проведена промежуточная адаптация по годам обучения. Но, например, в 7 классе вводится физика и все темы физики 7 класса явно не смогут быть усвоены. Например, да, соответственно, они по адаптированной программе отодвигаются на 8 класс и так далее. Или же укрупняются дидактические единицы, выделяется обязательно предметный минимум и так далее. Работает уже консилиум совместно с учителем предметником. Но тот материал, который обязательно должен быть усвоен, он указан в программе такой большой адаптированной и ее корректировать мы не сможем. Мы же не можем, например, по истории просто сказать, ну, мы не будем изучать великую французскую буржуевную революцию. Мы просто не хотим. Мы адаптируем программу. Это же нонсенс, это входит в основную программу. Уровень обучения, то оценочная деятельность по этому предмету, альтернативные способы участия в аттестации по текущим ли оценкам, с подготовкой эссе по этому предмету или еще как-то иначе это все у нас в программе адаптированно должно быть. Я дальше отвечаю на вопросы? Ну, давайте, давайте вот эти закончим и придем уже в чат. Давайте. добиться, чтобы в массовой школе детям с ОВЗ проводили тренинги или уроки по безопасности жизни свой, чужой, психолог, безопасность, жизнедеятельность, тренинги по безопасному поведению. Обязательные родители обращаются, просят в консилиуме разработать такой коррекционный курс для психолога и, соответственно, организация важна, чтобы ответила. Если такого в школе не удается добиться, ищем, что есть во внешних, ну, то есть нам же важна суть такую, чтобы у детей сформировалась, может быть, некоммерческие организации проводят в рамках своих программ такую работу. Возможно, Елена Вячеславовна, может быть, про это знает, но я считаю, что в массовой школе у психолога должны быть обязательно такие тренинги проведены для групп детей всех. Это важно не только детям с ОВЗ. Им особенно важно формировать правильное устое безопасных поведений. Восьмое, кто в средней школе будет опорно взрослым для ребенка, на кого ориентировать в случае чего, в начале класса, в случае чего, в ребенка. Это всегда учитель, а тут их много. Как правило, опорно взрослый для ребенка в ситуации обучения в основной школе это классный руководитель. Очень важно правильно выстроить взаимоотношения с ним. Но на консилиуме можно, например, поставить такой вопрос, когда вы придете участвовать в работе консилиума и с вами будет встреча по индивидуальному маршруту, поступенностям. Может быть, будет назначен, я знаю, многие школы назначают из числа сотрудников консилиума главного, ответственного, важного взрослого, который будет сопровождать. Социальный педагог очень хорошо когда сопровождает, потому что это включение в социум. И в одной из заключений пока указан социальный педагог для создания как раз отношений. Но если мы говорим про школу, то классный руководитель это правильно, если он будет таким взрослым. Как организуются переходы между кабинетами в школе? Это актуально в наши времена? А если ребенок потеряется по дороге? А если сам уйдет? В эпоху ковидных ограничений с сентября 2020 года школы были обязаны обучать в системе класс-кабинет для того, чтобы минимизировать взаимодействие детей на переменах и вот эту эпидемиологическую опасность, чтобы не увеличивать. Но если мы абстрактно от этого оторвемся, то конечно кабинетная система она совершенно необходима и в новом стандарте кстати говоря основного общего образования вводятся базовые углубленные курсы по пяти учебным предметам официально начиная с пятого класса углубление естественно научное все это математика это физика это информатика химия и биология то есть те классы в которых эти предметы появляются школа может работать на двух уровнях на базовом и на углубленном углубленный уровень это всегда кабинет это оснащение кабинета дополнительным оборудованием чтобы углубление там проводить качественно а не на словах поэтому кабинеты будут развиваться существовать кабинетная система визуальное расписание маркеры индивидуальный планшет где написаны кабинеты и конечно помощь детей работа классного руководителя помощь в том чтобы сориентировать помочь подсказать если ребенок потеряется по дороге если сам идет для этого все подготовительные мероприятия должны быть проведены 10 раз пройти по школе и сказать в каком классе кабинет на следующий день с утра начинать с того знаешь ли ты расписание смотрим взаимодействуем и конечно работа классного руководителя никто не должен потеряться сам уйти не может потому что охрана в школе должна определенным образом работать и конечно все эти самостоятельные выходы детей нонсенс из школы 10 вопрос таким образом организуется работа со сверстниками при инклюзивных моделях обучения программа я говорила вам все программы сверстничества взаимодействия в группах противодействия буллингу на уровне класса и школы это все очень актуально для основной вообще для любой современной школы к сожалению это уже работа образовательной организации со сверстниками все я не очень верю в разовое проведение уроков доброты в моем представлении все-таки личность учителя и личность классного руководителя который сам собой или своим поведением своим отношением к проблеме любого ребенка демонстрирует то как следует поступать в цивилизованном обществе выделять б объединять и так далее то есть работа со сверстниками это работа с классным коллективом это функция классного руководителя здесь одиннадцатый вопрос проводится ли работа по включению детей в массовые мероприятия обязательно проводится опять же возвращаемся к руководителям класса все зависит от педагогической позиции школы и здесь можно задавать вопрос но работа по включению детей в массовые мероприятия конечно с большим с большой инициативой родителей очень связана как правило можно много предлагать массовых мероприятий включать туда всех детей Если есть волонтерские команды в школе, это очень хорошо, и тогда тут сверстники уже сами, как волонтеры, включают всех. Но это такая идеальная картинка, трудности точно бывают, и с этим спокойно работаем, задаем вопросы, предлагаем главным образом свою помощь, как всегда я говорю про родителей. Только так это может действительно повлиять на что-то позитивное. Спасибо. Теперь из чата, да? Спасибо, Наталья Владимировна. Да, у нас во вкладочке вопросы еще есть два вопросика. Первый. Может ли учебное заведение для разных подразделений определять разные учебники, да, программы обучения? Что мы имеем в виду? Учебники указаны в адаптированной основной образовательной программе. Если это инклюзивная форма обучения, то это те учебники, учебные пособия и те УМК, которые есть в классе. Если мы говорим про обучение детей, не менее... А, сейчас еще раз, я найду этот вопрос в чате. Он не в чате, Наталья Владимировна, в вкладочке вопросы наверху. А, вопросы. Может ли учебное заведение, еще раз пытаюсь понять, для разных подразделений определять разные учебники? Да, может, если это подразделение, мы имеем в виду, это класс, в котором специальный класс, класс для детей с особыми потребностями. Если там все дети обучаются по адаптированной программе, которая подразумевает другой вариант УМК и другие учебники, то, соответственно, если они есть в федеральном перечне, то они и должны быть предъявлены. Но в основной школе нет же учебников специальных пока еще. Нет учебника по пятому классу по русскому изгоду для детей с ТНР. Или же учебника по химии для детей с задержкой психического развития. Они отсутствуют, они не появятся, я вас уверяю. Адаптируется тот учебник, который в данном случае в школе используется как основной. К нему могут быть какие-то минимальные адаптации применены. Пока это выглядит так. Как убедить руководство учебного заведения, что при планировании внеурочных занятий обязательно коррекционная работа для детей с ОВЗ должна быть по времени в приоритете? Поскольку обязательно. У нас в образовательном маршруте ребенка указывается как внеурочные занятия по коррекционным всем нашим программам и курсам. И вопрос, как я правильно понимаю, что одновременно в это время, когда ребенку идти, условно говоря, к дефектологу или к логопеду, проводится что-то внеурочное для остального класса. Здесь только надо говорить убеждением. С руководством не назначать. Возможно, что эпизодически, если учитель, дефектолог или логопед вместе со своим учеником на этом мероприятии будет не только просто присутствовать, но и свою адаптацию того мероприятия проведет и включит эффективно. И тот материал этого внеурочного мероприятия, если это поход в музей, если это работа с какими-то еще форматами типа подготовки к празднику, или, ну я не знаю, что там еще может быть во внеурочной деятельности, какое-то очень сложное занятие, кружок, дополнительное занятие из внеурочных курсов, то, может быть, есть смысл как-то их совместить, но, опять же, убеждать, что это все время надо делать неправильно. Может быть, приоритетность для ребенка, конечно же, в этих занятиях, но если он психологически себя будет оторванным чувствовать все время, что все там вот на этом, на этой красоте, а там на танцах, условно говоря, а я здесь с логопедом бесконечно, то, конечно, мы получим игнорирование логопедической работы и ощущение себя как неуспешного. Поэтому только согласительный пункт, но мне кажется, что какого-то спланированного злодейства вряд ли от организации школьной можно ожидать. Скорее всего, учет таких вот вещей, он тоже на уровне просто коммуникации и договоров. И здесь уже, может быть, специалистам свое время как-то можно будет изменить. У нас вот в школе, например, это тоже частая история, когда мы говорим, что вот давайте мы вот ставим в расписание здесь, здесь, здесь предметы, здесь у нас идут коррекционные занятия после предметного обучения. И нам наши старшеньки особенно говорят, здесь вот внеурочная деятельность, я пойду со всем классом, я хочу как все. Мне важно быть как все. Они могут это артикулировать, мы довольны, потому что, а, у нас результат коррекционной работы получен, получен, правильный человек может себе приоритеты. И идет долгий процесс, когда мы выясняем, когда, на какое время мы эти занятия переносим или объединяем в группу. Это возможно, кстати говоря, для детей со сходными вариантами. Но, опять же, это предмет тоже переговоры. Эта проблема на самом деле есть. И для детей, если они особенно говорят, что для них очень важно быть вместе с классом, то это, это правда святое, это очень важно для них, как для формирующейся личности, как ощущение принадлежности у подростков, оно первично, принадлежность к группе, к возрасту, групповой этой всей жизни. Дальше мы идем. Спасибо, я думаю, я ответила на вопросы. Отсюда здесь, из чата нашего продолжают двигаться. Курсы, так, на это мы ответили. Дальше. Елена Вячеславовна, если есть какой-то вопрос, на который очень готова попричиться. У меня группа вопросов отсюда, это группа вопросов, которая касается умственной отсталости и проблем с реализацией именно этого. Мне кажется, что нам нужен будет отдельный вебинар именно про детей теперь, которые обучаются по нецензованным программам, потому что я вижу в чате достаточно большую полицию. Надо прояснять с ними, конечно же, еще. Да, с ними надо прям отдельно-отдельно рассказывать. Это отдельно большая тема. Мы, я думаю, что сейчас можем только вкратце затронуть. Вот я вижу здесь один из вопросов про то, каким образом получается, что ребенок с аутизмом направлен в школу, которая реализует обучение ПАП-ГОС для лиц с интеллектуальными нарушениями. Как на это влиять? Как защищать права ребенка? Нужно ли выбирать школу? И как понять, какие школы реализуют подходящий в ГОС? Это не один вопрос, а примерно 15. Значит, общее правило. Значит, направить ребенка в школу никто, кроме родителей, не может. Выбор школы, он осуществляется родителям. Поэтому насильно каким-то образом его туда запихнуть не удастся, если родитель сам не написал заявление о приеме, и ребенка туда не зачислили по заявлению родителя. Поэтому ответ на этот вопрос, если вы подавали документы и вас туда зачислили, то, значит, ну как бы вы сами решаете, что в этой организации ребенок будет обучаться. Кроме того, у ребенка с аутизмом вполне может быть и разная степень умственной отсталости, поэтому вполне возможно, что это коррекционная школа, которая обучает детей с интеллектуальными нарушениями, вполне подходящие учреждения для ребенка с аутизмом, у которого есть умственная отсталость или в какой-то форме. Если же у нас все-таки получилось так, что каким-то неведомым образом ребенок с аутизмом направлен условным органом образования в школу коррекционную, но при этом у него нет обучающих детей по программе умственной отсталости, но при этом у самого ребенка умственной отсталости нет, с высокой вероятностью в зачислении в такую школу будет отказано, потому что по своим уставным документам они могут принимать детей, у которых умственная отсталость есть. То есть если в общую образовательную школу у нас может быть принят и должен быть принят абсолютно любой ребенок, и школа должна реализовывать ту адаптированную программу, которая прописана у него в заключении по МПК, то с коррекционными школами, со школами, которые обучают детей с интеллектуальными нарушениями, там совсем другая история. Это касается не только умственной отсталости, это касается детей, обучающихся по адаптированным программам для слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, еще некоторое количество школ у нас осталось и так далее. Значит, здесь, когда у нас школа именно какой-то один вариант или два образовательных стандарта реализует, то у них комплектация осуществляется иным образом. Еще раз повторюсь, в общую образовательную школу вы можете прийти с абсолютно любым ребенком, его должны учить по той адаптированной программе, которая ему положена. И если говорить про выбор школы, то здесь у нас, как понять, какие школы реализуют подходящий ГОС, я на этот вопрос, собственно, только что ответила. Любая школа должна вообще образовательно реализовать любой из ГОСов. И, соответственно, если у нас есть желание пойти все-таки в коррекционную, надо тогда смотреть в уставных документах школы, на сайте школы, по какой программе они работают. Вот ваш, собственно, выбор. А выбора прям любого, любой организации у нас с вами нет. У нас есть с вами необходимость комплектовать классы как можно ближе к месту проживания ребенка, то есть, в общем, что в первую очередь попадали дети, живущие в этом районе. Поэтому, соответственно, очередное зачисление у нас будет разное для разных детей. И в первую очередь зачисляются в образовательную организацию те дети, которые имеют постоянную регистрацию на территории, закрепленной за школу. А все остальные, возможно, могут попасть в это учреждение по второй очереди, если она, в принципе, откроется, потому что здесь часто очень переполнены классы, даже уже теми детьми, которые либо уже были в образовательной организации, перешли из дошкольного уровня или, соответственно, поступают именно по территориальному признаку. Вот, собственно, что я хотела по этому поводу сказать вкратце. Спасибо. Спасибо, Елена Вячеславовна. Наталья Владимировна, тогда мы на каком мы остановились из чата? От Натальи. Вопрос. Как проходит итоговая аттестация после девятого класса по программе для детей с легкой умственной отсталостью? Предметовая, это не предметная аттестация, основной экзамен для этих детей – это трудовое обучение. Это профессиональный экзамен или предпрофессиональный, я не знаю, как тут правильно называть. И я здесь в данном случае опять соглашусь с Еленой Вячеславовной, что это тема отдельного вебинара, вообще весь этот трек обучения детей с интеллектуальными нарушениями. Но, тем не менее, основная такая вещь, все оценки положительные, они и будут положительные по всем предметам, но важно получить такой, пройти этот экзамен, получить свидетельство, разряд, если это было заложено в программе, потому что там все достаточно серьезно в плане вот этого основного, это экзамен. А так аттестат, конечно, он не называется аттестатом, он называется свидетельством. Правило этого свидетельства, как бы выпуска свидетельства – это тоже государственный документ об образовании, свидетельство об окончании школы. И если в нем как раз вот эти все часы трудового обучения и экзамен профильный по тому направлению, по которому готовились дети и смогли получить и подтвердить свой разряд, получен, то дальше в колледже они начинают обучаться по этому же направлению, но уже с учетом полученных результатов. Поэтому так экзамен выглядит. Но отсутствие такого экзамена, если был, например, у ребенка по состоянию здоровья, не был возможен такой труд, а был ручной труд, то, соответственно, там немножко по-другому. Все устроено, то засчитываются просто все изученные курсы и выписываются свидетельства. Вот так в основном это делается. Поэтому важно найти школу, которая имеет свои качественные мастерские или в рамках сетевого взаимодействия есть отношения в колледже, или эта школа входит в состав образовательного колледжа, где есть обучение по программам профессионального образования для детей с интеллектуальными нарушениями. И когда вот этот переход будет безболезненный, потому что как это выглядит? В старших классах перед окончанием школы ребята в колледже ходят уже, как бы из школы они уже ходят один день полностью. Это подготовка в колледже по тем профессиям, которые им интересны, которые им доступны, которые дальше им помогут с трудоустройством по этому направлению. Вот так выглядит аттестация. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какие документы надо предоставить школе, чтобы они могли купить видео увеличительность слабовидящему ребенку? ЦПМПК основная адаптированная для слабовидящих. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Значит, это у нас про технические средства реабилитации, если я правильно понимаю. Значит, если они у нас не прописаны одновременно в заключении ПМПК, то чаще всего они прописаны в индивидуальной программе реабилитации и абилитации в ИПРА. Таким образом, и тот, и тот документ, и заключение ПМПК, и сама ИПРА, они являются обязательными к исполнению. Поэтому для того, чтобы школа могла что-то закупить, можно или оба, или один из этих документов в школе предоставить. Если там это прописано, это значит, что у них есть основания и есть обязанность более того, чтобы они не прописаны. Если она там указана, вся эта техника специальная, и мы же понимаем, что ИПРА, помимо того, что она же не носит как бы рекомендательного характера, она в том числе, и под нее получается увеличенное финансирование в школе на процесс обучения, то следует, и на школе необходимо просто выполнить условия индивидуальной программы реабилитации и показать, на что было это дополнительное финансирование использовано. Помимо обучения этого ребенка, если мы говорим про слабовидящего, это на минуточку в тройном размере увеличение финансирования по душеву. Это применяется поправочный коэффициент 3, поэтому довольно сложно тут аргументировать и говорить о том, что мы не будем его покупать. Другое дело, важно понять, что все эти процессы закупок, все эти торги, это довольно такой долгий сейчас процесс, поэтому заранее нужно было хорошо бы с администрацией поговорить про это, действовать местным убеждением, ссылаться на индивидуальную программу реабилитации, реабилитации инвалидов на заключение ПМПК, где написано, что эти специальные методы, и, конечно, говорить, что на каком основании вы отказываетесь. Я бы добавила к этому Наталью Владимировну еще нашу стандартную рефреном звучащую рекомендацию. Если у нас не исполнен какой-то из этих пунктов, заключение ПМПК или про них что-то не реализуется, то самое лучшее, что вы можете сделать, это написать письменное заявление о том, что вы просите, соответственно, предоставить, просите закупить, просите обеспечить, соответственно, то, что там не обеспечено по этому заключению. То есть прошу обеспечить, там, допустим, вот эту вот лупу или что-то еще, которое указано, и пишите, где этот пункт у нас указан, заключение ПМПК или ВПРА, и зарегистрировать ваше обращение в школе официальным путем, получив входящий номер и дату, потому что это очень здорово позволяет, если не ускорить процесс, то, по крайней мере, вам получить конкретный либо отрицательный ответ, тоже письменный, с которым дальше уже можно работать с другими инстанциями и применять другие методы убеждения с помощью других организаций, либо, соответственно, вы получите какой-то ответ, в котором будут обоснованные сроки, и с вами какой-то будет более конкретный диалог, то есть уже не удастся такое вот обращение, ну, как бы замылить и спрятать и проигнорировать, то есть это будет несколько иной уровень вашего, доказательности ваших разговоров, вот, поэтому, пожалуйста, фиксируйте письменно, и, ну, в положении школы вы тоже вводите, то есть чем раньше вы приносите это за свое заявление или заключение ПНПК, тем лучше, потому что сложно в школе закупать это длительно, действительно, вот Наталья Владимировна сказала, очень длительный, очень муторный, крайне запутанный процесс, то есть это делать действительно тяжело, поэтому дайте им... Долго, им нужно, чтобы пройти торги, получить все эти разрешения и так далее, то есть по 44-му ФЗ это все делается, и этот процесс очень-очень растянут во времени сейчас, эти торговые площадки, поставщики и прочие разные истории, они для государственной организации выглядят сейчас очень-очень растянут во времени, поэтому здесь надо, ну, понимать, что это не получится на следующий день после вашего заявления. Но то, что оно должно быть принято, и такое заявление нужно писать с основанием для подобного заявления, совершенно точно. Далее, у нас есть вопрос такой, любопытный, у нас уже по времени, да, мы перебираем... Уже убежали за час, давайте выберем самый такой, да, вопрос, может быть, какой-то более болезненный, попробуем его осветить. Сложно. Сложно, да. Ну, вопрос, наверное, здесь такой. Если ребенок успешен на уроках, выполняет домашние задания, решает у доски, и программы усваивает, но на контрольных неуспешных. Два. Как-то решить проблему в рамках АУП. Попросить в АУП с вами вместе обсудить адаптацию проведения контрольных мероприятий, мероприятий промежуточной аттестации. Почему там эта неуспешность появляется? А, это могут быть психологически некомфортные условия. Для части детей совершенно легально можно проводить все контрольные работы индивидуально, в отдельном кабинете, со знакомым педагогом, то есть ликвидировать весь этот психологический, эмоциональный фон, который негативно влияет на результат. Да, может быть, ненадолго сделать временную пролонгацию. Возможно, что инструкцию и задание надо писать отдельно на каждом листе. Может быть, дети не очень хорошо ориентируются в этом. Сама инструкция должна быть, может быть, более простой. Еще раз обратиться к этому, найти ту причину, если у него решение даже у доски и программы в целом вы оцениваете как успешное, а контрольные мероприятия, значит, проводятся в неподобаемой форме. Поэтому надо изменить форму, надо понять, что вызывает эту неуспешность. И попробовать вмешаться в эти причины, проанализировать их и минимизировать все эти негативные влияния. И в рамках АОП это совершенно возможно. В консилиум обратиться, спросить, как происходит оценивание, почему, разобрать эту работу с педагогом и с ведущим специалистом консилиума по этой теме. Это очень важно. Просто искать ту важную, на самом деле, причину, в чем затык, грубо говоря, и как этого можно в дальнейшем избежать или минимизировать. Или, может быть, надо проводить эти контрольные мероприятия в иной форме. Ну, то есть сочинение, писать ребенку сразу по сложным вопросам по этике Серебряного века, явно не нужно, прямо писать сочинение, сделать презентацию или участвовать в какой-то театральной драматизации или что-то еще подобное, вполне можно. Но если мы говорим про такие контрольные мероприятия, если это контрольная работа по математике, явно это значит темп, это психологическое напряжение, это отсутствие психологического комфорта при решении предмета, может быть, слишком большой класс, слишком шумно. Сенсорная перегрузка и так далее. Поэтому анализируем, вмешиваемся и меняем. Я думаю, что это. Правильно ли я понимаю, что мы фиксируем необходимость отдельного вебинара по обучению детей с интеллектуальными нарушениями? Елена Вячеславовна, правильно? Я, конечно, могу присоединиться, я не самый тот крупный специалист в этой теме, потому что всю свою профессиональную жизнь работаю в общем образовании, не в специальном, в рамках инклюзии, интеграции, но тем не менее. Но с удовольствием присоединюсь, потому что есть же кейсы, когда ребенок с интеллектуальным нарушением обучается в основной в общей школе, в массовой школе. Поэтому это тоже важно для нас в том числе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые родители, еще остались вопросы и в чате, и остались вопросы, которые вы задали при регистрации. Ни один без внимания не останется. Обязательно постараемся дать обратную связь. Все участники, кто был на предыдущем, на предыдущей встрече, посвященной также тематике средней школы, мы отправляли рассылку, и в том числе полезные ссылочки, которые вы видите сейчас на экране, тоже у вас должны быть, можно ознакомиться с необходимыми материалами. А какие-то документы сегодня как раз упоминали, вы можете найти, пройдя по этим ссылкам. Поэтому мы всегда на связи. Если вдруг кто-то какую-то информацию не нашел, не получил, то, пожалуйста, наши контакты, мы всегда на связи, как и Федеральный ресурсный центр, так и Роу-контакт, готовы оказать поддержку вам. Так, ну что же, спасибо огромное, Елена Вячеславовна, Наталья Владимировна. И тогда до встречи. Будем планировать новую тему. Спасибо. Всего хорошего, всем хорошего, Елена Вячеславовна. Наталья Владимировна, спасибо огромное. Не за что. Всегда рада вас видеть. Всего доброго. Прокончали. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok